приветики мои дорогие ко мне пришла посылочка с новыми розами я я получила еще в 20 числах марта я уже успела все высадить и также не успеваю монтировать видео потому что дача забирает все мое время поэтому розы данных давно высажены делаю обзорчик сортов очень красивые сорта просто восхитительные я не могла устоять чтобы не пополнить свой розарий новыми видами и расцветочками хорошо все упаковано увлажненными все конечно же как всегда подписано заказывала все у той же женщины но к сожалению у нее закончился прием заказов на розы альбом закрыт мне упаковали и в песок в этот раз прошлый раз было в опилках но и так и так хорошо корешки в отличном состоянии доехали ника не может успокоиться ей любопытно свой любопытный носик конечно же надо и в розы засунуть корешки мне подстригли обо мне позаботились заранее спасибо огромное перед посадкой корешки секатором подрезают шикарные кусты шикарная корневая как всегда розы здоровые первая розочка у нас плетистая индика лета очень потрясающий сорта он меня просто пленил своей окраской это такое что-то сизо-голубое сиреневая прям цвет сирени она вся такая просто обворожительная поэтому я не могла устоять чтобы не заказать себе такую расцветочку тем более она плетистая это будет выглядеть еще интереснее и до индика летом красотка также у микки за чесали зубки она накинулась на секатор не знаю чем он ей так приглянулся на как маленькая начала чесать свои зубки миклушка миклушка как же ты смешная как всегда в своем репертуаре она у нас гораздо на выдумке следующая розочка у нас чайно-геймбридная лимбо потрясающий просто обворожительный цвет это зелено-желтый цвет который меня просто привел в дикий восторг смотря на эти лепесточки которые такие кружевные красивые я не могла устоять чтобы его тоже не заказать чайно-гибридная роза вот такая необыкновенная просто 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 люблю необыкновенные розы тем более вот такое вот что-то интересненькое я ее планировала посадить в горшок и использовать как домашнюю розу но она у меня получилось она получилась очень масштабных размеров с хорошей корневой системой очень такая скажем да барышня хоть куда и ни в какой горшок естественно она у меня не влезет в горшочек рекомендую я садить такие молоденькие молоденькие тоненькие розочки с тоненькими побегами и тоненькими корешками которые очень хорошо подаются улаживается в горшочек они не болеют они быстро адаптируются комнатным условиям и вот таких вот чайно-гибридных розочек можно делать комнатные розы стричь оформлять их и вы получите обалденную домашнюю розу так я планировала сделать с лимбом но она поехала на дачу шикарные кусты и один кустик я заказала голден шуэрс для мамы желтая плетистая у меня уже такая есть поэтому одна розочка мне отправляется маме в подарок дальше следующая розочка у нас будет тоже тоже весьма интересная все подписано так смотрим парковая августина луиза и это просто невероятно красоты роза которая пленила меня своей окраской которая переливается каждый лепесток имеет в себе множество оттенков и она такая вот вся солнечная приятная просто невероятно нежная и конечно на парковые розы я только в этом году обратила внимание не очень неприхотливая очень шикарно смотрится в цветущем виде и поэтому я решила каждый раз пополнять свой розарий парковыми розами именно парковыми розами чайно-гибридных я думаю уже остановлюсь хотя при наших условиях таких суровых и нестабильных да на моем участке и ветра и сквозняки и были сильные морозы которые свойственные на украине но чайно-гибридные розы мне очень очень хорошо пережили эту зиму и конечно же потом я когда нибудь сделаю видео как я сохраняю укрывают свои розы на зиму поэтому чайно-гибридные розы те которые есть остаются парковые розы меня просто пленили поэтому парковые розы не очень устойчивы и к заболеваниям и холодам они неприхотливые и имеют до того шикарный вид это просто невероятно да августина луиза такая шикарная розочка для я не попала на дачу распаковочка была дома уже на следующий день я их все посадила корешки у меня были хорошо замотаны не обветрились не засохли поэтому вот такой был обзор роз я очень очень довольна заказом как всегда и да смотрите дальше как я буду садить свои розы вырыли глубокую яму чтобы заполнить ее питательными веществами это уголь мох который будет удерживать влагу торф и конечно же удобрение все тщательно перемешиваем садим розу прививку я держу над уровнем земли я ее не заглубляю если прививку заглубить будет расти поросли то есть будут у вас много много побегов из корня в том числе и дички нам этого не нужно поливаем розу даем водички уплотнить нашу землю вторая красавица посажена точно таким же способом полили ждем пока водичка впитается и верхний слой засыпаем землей мы посадили специально заглубив такие канавки чтобы потом была возможность замульчировать также чтобы розе было побольше влаги жарким летом уже я испытала если делаешь такое углубление мульчируешь я покажу я вам покажу как я мульчирую влага очень хорошо сохраняется даже очень очень жарким летом у нас практически на участке это пустыня очень жарко пересыхает все до такой степени что там не наполиваешься поэтому я растение немножко пытаюсь всегда углубить над уровнем земли вот так что да вот такая была посадка роз это мой способ также ждите видео как я буду мульчировать свои розы есть тоже необыкновенный секретик которому я пришла как-то так методом проб вот и оказалось очень очень удачно все с вами была ирина ставьте лайки подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео